Рассказ о событиях, происшедших более 30 лет назад, к сожалению, далеко не полон. Продолжение следует... Надо напомнить службе охраны на сторожевом, что они не на морской прогулке. Шторм, господин Гросс. Пора проучить их. И не забудь, что в трёмах бывает рыба. Держите, держите, а то разобьёт опричал. Тогда уж не отремонтируешь. А так подглотаемся и уйдём. Клёвнули. Руки вверх. Заводи, ядрёвок корень! Стязан! Гранаты! 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 На премьеру! Разбрустаем по батарее НИШЩДЕСЯЩДЕСЯТЬ! Гранат! Гранаты! На земле, фугасными по батарее, прицел 60. Огонь! Лево пятнадцать. Огонь. Сработано как по нотам, капитан. Тёпай, тёпай, битте-дритте. Румб сорок семь. Волны вперёд. А ты, браток, как сюда попал на Сербский флот? Конспирация закончена, можно и познакомиться. Лёва из Одессы. Закола Марченко из Петхарькова. Иван Формосенко. Так. Йован Буревич, Сербия. А, тоже Иван. А ты? Рубень Газарян. Не укачал у вас. Рассказываю, при обороне Одессы попал в плен. И думаю я себе, за что я должен отсиживаться на ихних харчах. Ну, взял и убёг. Пристал югославским партизанам. А какой же Одессит может прожить без моря? Тем более прирождённый матрос. Кстати, без югославского флота, короче, без нас, вам бы не взять этих языков. Вот так-то, цехота. Ха-ха-ха. Даёт матрос. Дритте. Дритте. Промадам. Твою дивизию язычки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Город Белград. Ура! 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 Лопти качай капитана! Ура! 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 Ну, поздравляю. Мало, капитаны. Ура! 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 Дай же я тебе поцелую. Я рад, Алексей Иванович, рад, что честь твоя восстановлена. В конце концов, мы с тобой не один год знакомы. Что было, то было. Давай забудем обо всём этом. Обижаться, понимаешь, не стоит. Ты человек решительный, отважный, но тебя подвела твоя горячность. А прокуратура, она не могла не вмешаться. Самосуд всё-таки, как ни крути. И давай не будем больше говорить об этом. Хватит уже, честное слово. Давай руку. Я благодарен вам, Игорь Демьян, за всё, что вы для меня сделали. Спасибо. Я бы тоже хотел забыть всё это. Правильно. Но вы меня вызвали, и не только для этого. Точно, Алексей, ты мне очень нужен. Ты не знаком с полковником Журавлёвом? Журавлёв? Нет, не знаю. Не знаешь? Он должен тебе понравиться. Слушаю, товарищ генерал. Полковник Журавлёв, Борис Петрович. Мой новый зам под спецзаданием в тылу врага. Направлен штабом фронта. А это подполковник Калитин, Алексей Иванович. Слышал о вас. Товарищ генерал, тут просят для фронтового ансамбля пианино. Может, отдадим? Зачем оно нам? Пускай всё остаётся на местах. Нам скоро двигаться дальше. А здесь школа. Какая она у них? Балетная, что ли? Им оно понадобится. Генерал Лакишев. Так точно, товарищ командующий. Он у меня. Приступаем к делу. Настроение нормальное. Буду вам докладывать, товарищ командующий. Слушаюсь. Расскажите подполковнику Калитину поподробнее о крепости. Слушаюсь, товарищ генерал. Прошу к макету. Ну что ж, крепость это на острове. Кругом море. Великолепный песчаный пляж. Правда, он сравнительно небольшой. Остальной берег скалы. Почти неприступные. Остров связывает с материком двухкилометровая естественная дамба. Когда-то здесь был монастырь. Ну, а перед самой войной – чешенебельный пансионат. Вот, собственно, и вся история с географией в общем курорт. Да. План обороны крепости. Три артиллерийские батареи, восемь вышек со спаренными зенитными пулеметами на прибрежных скалах. Пулеметы еще установлены на крепостной стене. Кроме этого, вокруг острова круглосуточно несет патрульную службу специальный сторожевой катер. На материке, примерно километрах в двадцати от крепости, расположен довольно сильный немецкий гарнизон. Готовы в любую минуту прийти им на помощь. Общая обстановка на фронте, на южном крыле, после освобождения Белграда, благоприятна. Наши войска развивают наступление на Гудапешт с юга. Народно-освободительная армия Югославии вышла на побережье Адриатики и с боями продвигается на север. Одно обстоятельство вызывает беспокойство Ставки. Вслед за наступающими войсками союзников, а то и опережая их, действует так называемая миссия «Алсос». Тебе, разумеется, это ничего не говорит. Это миссия состоит из кадровых разведчиков и особого отдела специалистов в разных областях науки и техники. Задача миссии – захват заводов, лабораторий, патентов и, главное, людей. И вывозка их в Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что немцы запрятали в эту крепость не совсем обычных узников. Это видные европейские ученые. Все они отказались работать на военную машину Гитлера. Их не больше ста человек. Дни Третьего Рейха, как ты сам понимаешь, уже сочтены. Эти ученые могут оказаться в руках «Алсос», либо немцы их просто уничтожат. В интересах будущего Европы мы не должны этого допустить. Комендант крепости – штурмбамфюрер фон Эрлих. Надеюсь, что это имя тебе известно. Нет. А ведь именно он в 1938 году, когда ты возвращался из Испании, охотился за тобой. Вспомнил? Эрлих понимает, что если тайна крепости будет раскрыта, то мы попытаемся освободить узников. Поэтому дело, которое тебе поручается, трудное, сложное и ответственное. Лучшей кандидатуры, чем ты, Алексей, у нас, честно говоря, нет. Совместно разработайте план операции и тщательно подготовьте людей. Вам, Борис Петрович, видимо, для координации действий надо будет вылететь в нашу миссию к Югославам. Вот список людей, которых нужно освободить. А ведь ты, Алексей, должен знать кое-кого из этих узников. Доктор-инженер концерна Круппа Курт Эберман. Ты с ним встречался в Испании. В бригаде Тельмана его звали Куртхендер. Эдуард Дорель – специалист в области защиты от ОВС и изготовления синтетического бензина. Его газ при испытаниях вызывал перебои в работе авиационных моторов, что приводило к авариям. Кристиан Ван де Ролли – известный голландский специалист по радарным установкам и радиовзрывателям. Фрид Стольк – крупный экспериментатор, физик. Он один стоит нескольких немецких дивизий. Фрид Стольк – офис. Где мое белье? У охранника? Сигаретку бы, господин переводчик. благодарю вас спасибо не курю долго будете жить пока я нахожусь здесь на это трудно надеяться но об этом нужно было думать раньше и не заниматься опасной игрой в политику и чего битва между богом и сатаной еще не закончена вы же ученые культурные образованные люди занимались бы своим делом и не пришлось бы стирать солдатские подштаники и вы можете это говорить когда ваши соотечественники проливают кровь я потерял отечество еще в 1917 из-за вшивых идей ваших парижских коммунатов свинья за это же карцер опять за свое это упрямство и только рядовая реакция ну разве вы не берете с собой радиста берем почему не меня калитин против ввода в группу а что понимаю твой калитин не смей значит операция рискованно молчишь вот поэтому я должна быть вы рядом я не вынесу такого ожидания в длинное время я тебя встретил почему не до войны до войны я тебя не полюбила я была ужасным эгоистичным существом сейчас самой противно я как-то деревенел еще до войны я ли да уже был женат мой отец был летчиком-испытателем он погиб еще до войны мама говорила что никого больше не полюбит через год вышла замуж за одного газетчика квартире форточки закрывает боится сквозняков накурит дышать нечем а мать говорит что она никогда не была так счастлива что ясно добавки вах товарищ старшина вы же пятую порцию идите вон вагнер с одной справиться не может рубик тоже сравнил у твоего вагнера кишка тонка а почему вагнер что он немец что ли до молдаванин он товарищ капитан и он фрумосу звать хвастал что до войны большим садовником был яблоки там у тебя всякие разводил джонатан вагнер белый налив чуть не с мою голову вот мы и прозвали его вагнер он вообще доказывал что этого вагнера чуть ли не на печи выращивать можно правда и он на печке пока только можно отращивать товарищ капитан такой грубо себе даже аппетита лишился козырян разве когда-нибудь фирма булич тебя подводил а куда я все остальное мясо дену если ты возьмешь только заднюю часть на шашлыки для своих прицов вот что булич раз уж ты фирма то забирай всю тушу мне мясо хранить не буду на всего барана у меня денег не хватит выходит эти твои шакалы из крепости шашлыки жрут а когда денег пиши пропало ведь они же деньги вперед не дают и ты понимаешь в долг не даешь так как же мне братья сторговать эти сказки рассказывай своему коменданту из крепости раз уж вы в одну дуду дуете а хочешь брать в долг заплати дороже ладно заплачу грабь вон ради них ради сыновей это делаю грузите бездельники пока я не передумал но учтись тебя могорыч аэрганс 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 там а че наварени ну Прибавь газу. Прибавь газу. Прибавь газу. Прибавь газу. Прибавь газу. Такого товара еще не было, господин Эдрштурмбанфюрер. Оставь, ты всегда говоришь одно и то же. Здесь не базар. Зачем он меня попрекает базаром? Каждый живет как может. Я же не ворую. Если бы я в свое время получил образование, хватит болтовни. Господин Фанерли, ваза для мороженого северского фарфора. А это откуда? Крест, очевидно, старинный. А иконы, по-моему, прошлого века. Все это антикварные вещи. Цена им тысячи три. Мало, господин комендант. Знаете, с каким трудом я их достал для вас? Меня не интересуют ваши трудности. Фирма Бурич вообще может потерять все заказы на поставки. Ну ладно, ваше взяла. Но только это себя в убыток. Человек должен быть порядочным, прежде всего. Как это у вас, добрый. Я от всей души желаю тебе и твоим детям счастья. Я могу идти, господин Фанерлих? Господин Першин. Последнее время вы избегаете моего общества? Не связано ли это с событиями на фронтах? Вечно вы спешите. Вечно у вас времени нет. Надо бы вас приучить к нашей дисциплине, к немецкой. Все станете успевать. Это полезно для всех народов. И для вас, русских, тоже. Возможно, вы правы. А jawанность термение. НВЕГОЕВАУА ВЫГАЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сидя за новогодним столом мы с женой открывали шампанское, а они нам пели новогоднюю песенку Это было так давно, что я стал забывать их лица Я должен вам признаться, доктор, что мы тоже имеем детей и жен Я бы многое отдал, чтобы еще раз украсить новогоднюю елку для них В нашем положении надеяться на это непозволительная роскошь А колодцы никому ни слова Ну, на это у нас ума хватит Кстати, Курт, а кто этот опец? Почему я раньше никогда не слышал этой фамилии? Он действительно антифашист? В физике его познания, по-моему, ничтожны Он сказал, кажется, что работал удобно Как добрались, товарищ полковник? Нормально Знакомьтесь, командир югославской бригады Ужевич Потолковник Алейтенант Лейтенант Филиппов Ужевич Пойдете на его судне, я так и подумал Разрешите начать подрузку Действуйте Есть! По лодкам! Ну что ж, успеха вам Гросс Удвоим посты А то как бы после похищения охраны не попытались открыть двери нашим узникам Эти ублюдки не стоят того, чтобы их так оберегать Ты совсем забыл о доме? Я выполняю свой долг, Амалия Эти ублюдки наше будущее Это наш капитал, если хочешь знать Мы их сломаем Но если я их не уберегу Хочешь остаться нищий Или увидеть своего Зигфрида с петлей на шее? Поехали! Поехали! Удвоили посты, сволочи Что делать, лейтенант? Неужели во всей крепости? Ну что ж, успеха! И чего они такие несговорщики? Со мной! Посмотрю я на вас, на всех, ребята, какие-то вы необыкновенные силы, как звёзды перед рассветом, ведь когда небо темнеет, звёзды всегда ярче становятся. А может, люди вообще, как звёзды, и там, в мирной жизни, они тоже сверкают все. Только мы почему-то этого не замечаем. Под звёздом, гадаете? Как оказались на судне? Контрабандой, разумеется. Своего рода военная хитрость. А у неё свои интересы на острове. Я же категорически запретил. Журавлёв видел, ничего не сказал. По возвращении 10 суток ареста. Есть. Вы свободны. Вот схлопотал. Филиппов, теперь вы отвечаете за неё головой, она будет в вашей группе. Высадитесь на правом фланге у сквозного грота. Как только погрузить заключённых в лодке, дадите две зелёные ракеты. С корабля их прикроют огнём по крепости. КОНЕЦ Малый, вперёд. Что вы возитесь, болваны? Не можете навести порядок? Дать общую тревогу? Пока нет. Першина ко мне, быстро. Слушаюсь. Ближе полутора миль к острову не подходите. Доброе. 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 Ну, не пухо, как говорится, братишки. Ждём вас. К чёрту. Бывай. Ну, как? Не обманул я ваши ожидания, господин Першин? Да, со вкусом продёрано. Но это ещё не всё. Огонь. Огонь. Рассветноточиться. За мной. Вот это настоящая охота. Вам приходилось загонять зайцев? Товарищ генерал, радиограмма от пятого. Операция крепость сорвана, десант уничтожен, партизан потоплен. Передайте Журавлеву, я сейчас к нему улетаю. Пусть ждет меня у Югославов в нашей миссии. Есть. Лакишев, командующего. Быстро показывай, что там у тебя. Как всегда. А что у нас сегодня праздник в крепости? Ничего особенного. Просто сегодня ночью к нам русские попытались сунуться. Что ты говоришь? Ну и как? Пришлось свернуть им шею, ты ведь знаешь, у нас это быстро. Как там наверху? Порядок. Можешь ехать. Можешь ехать. Немного табачку. Табачку всегда хорошо, проезжай быстрее. Открывай. Чего ждешь? Ирма Бурич. Можешь ехать. 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 Как освободишься, зайди ко мне, надо поговорить. Хорошо, господин Першин. Ну, давай, давай, поехали. Как хорошо, что ты еще маленькая. Ты ведь любишь, когда я на тебе катаюсь, правда? Мы еще с тобой в слоника поиграем. Это все, что осталось от русского десанта. Эти трое проникли на остров еще раньше. Фанерлих уже допрашивал их. Он обещал свободу тому, кто скажет, как попал сюда. А он держит слово. А что они? Ни звука. Молчат, как рыба. Зачем вы мне все это говорите? О, дьявол. Какое же это дьявол, товарищ подполковник? Это же спирт. Вот я и говорю. Дьявол. Где остальные? Может, вам, Алексей Иванович, еще спиртчик ухлешь? Что произошло, отвечаю. Товарищ подполковник, мы одни только остались. Так, не радио, значит. Вас маленько прибило. Думал, вздохнетесь? В земле я на силу откопал. Я больше не желаю видеть вас небритым. А я для вас приготовил небольшой сюрприз. С меня достаточно, господин Фанерлих. Я после ночи и так едва на ногах держусь. О, это невежливо отказываться от угощения, даже если оно не совсем вам по вкусу. Тем более, что, как я заметил, у вас пристрастие к острой кухне. Товарищ подполковник, глядите. Автомат, иди к гроту. Товарищ подполковник, только себя погубите без пользы. Вот сколько их. Это единственная возможность попасть в крепость. Не удалось их взять снаружи, попробуем изнутри. Раз уж мы целы. Товарищ подполковник, вы полдете! А, черт, проклятый климат! Отец мой умер от инсульта. Брат при бомбежке. Интересно, от чего умру я? Как вы думаете, Першин, знают эти русские солдаты, ради чего они гибнут именно здесь? У стен этой крепости. Убежден господин Фанерлих, они не отдают себе отчет в этом. Ошибаетесь, Першин. Ваш кофе. Доброе утро, папочка. Доброе утро, доченька. Мама зовет завтракать. Спасибо, моя маленькая. Русские прекрасно понимают, что наши узники безопасны для Рейха, только пока мы их держим в этом каменном мешке. У каждого из этих ученых есть Родина, и они уверены, что борются во имя ее будущего. Впрочем, у вас, Першин, тоже, пожалуй, превратное понятие о Родине. Иди к мамочке, скажи, что папа скоро приедет завтракать. Так вот, Першин, эти русские солдаты тоже гибнут во имя будущего. А их будущее, оно рождается сегодня, здесь. Сейчас. Смотрите, Першин, как это делается. Внимание. Першин, как это делается. Першин, как это делается. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я с вами Пойду один Добавил субтитры DimaTorzok 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 А где вы услышали о начале войны? На своем огороде? Вы воевали в Испании. Потом долгое время находились во Франции. Звали вас Август Креер. Звали вас Август Креер. Звали вас Лекса. Звали вас Лекса. Но вы могли бы уйти, потом Лейпциг, опять успех. И наконец вы у меня. Я очень рад. Как он говорит в русском? Он не приходит к реке, но человек к человеку. Да? Конечно, я рад. Как там у русских? Гора с горой не сходится, а человек с человеком. Поговорим откровенно. Само собой, разумеется, вы знали, что мой остров охраняется особо. Стало быть, вы знали, что в крепости находятся не совсем обычные заключенные. Не так ли? Не исключено, что вам удалось добыть списки заключенных. Не так ли? И наконец вы хотели освободить их, но не из гуманных соображений. Это не гуманный акт. Вопрос. Зачем вам эти заключенные? Именно эти заключенные. Я хочу спать. Ах так? Я хочу спать. Ладно. Хорошо. Если к утру вы не заговорите, я отправлю вас на материк, а там... Вы ответите на все вопросы. Увести. Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Я протестую! Опомнись! Что ты делаешь? Они тебя изуродуют! я выдержу лишь бы ему удалось вы не имеете право держать нас заперти я протестую вы за рекоменданта я плену ему в морду мне стыдно как я мог так ошибиться советую не показываться коменданту что-нибудь случилось бежал русский подполковник командир десанта будут прочесывать остров веселая история вы не можете оказать мне маленькую услугу для вас всегда с удовольствием помните тот водопад в овраге я остров знаю как собственную ладонь вчера я там забыл свой ектаж решил немного поохотиться за так ничего не подстрелил только сумку оставил отличный английский ектаж не служба в дружбу принесите его не беспокойтесь все будет в порядке в овраге Девушки отдыхают. Фашисты начали прочесывать остров. Наши прячутся в сквозном гроте, им надо оттуда срочно уходить. Выведешь их козьей тропой через перевал, а там низом обходи остров. Ты же дорогу знаешь? Знаю. На ночь нас, как всегда, запрут в крепости. Но на рассвете мы с Георгием пригоним грузовик к тому месту, где вас тогда высадили. Понял? Понял. Не опоздайте. Я вас буду ждать. Передай это першину. Ну иди. Иди. Все, что касается русского подполковника. Господин комендант прибыл к конвой за русским подполковником. Как я объясню? Сбежал из крепости, да? Сбежал из крепости. Убит при попытке к бегству. Какой же дурак из Абзера поверит этому? Особенно Кеслер. Где труп? Вам надо бы расстрелять его сразу, когда он был в ваших руках. Тогда у вас еще была эта возможность. И вам нечего было бы бояться. Что вы хотите этим сказать? Только то, что сказал. Слушайте, першин, скажите честно, вы разве ничего не боитесь? Ну, конечно, господин Фанерлих. Фронт! Вот настоящее дело. Там смрад, знаю, вонь, знаю, вши, знаю. Но там мои товарищи по партии прокладывают путь к победе. Война святое дело. Она совершает многое такое, чего не может совершить любовь к ближнему. На земле много лишних, она только от этого портится. Я бы весь этот смердящий сброд, который мы охраняем, поставил бы к стенке. Сейчас же. Если русские еще раз сунутся сюда, я уничтожу их всех до единого. Не дожидаясь приказа сверху. Обстановка ясна. Морские пути перекрыты. Помощи ждать неоткуда. Есть возможность проскочить через дамбу на материк, в горы. Йован Бурич поможет. Выйдем. И никто нас за это не осудит. Обстоятельства так сложились. Но тогда мы не сделаем того, ради чего мы здесь. Я предлагаю, и мы уже это обсудили с капитаном Скворцовым, проникнуть в крепость, вооружить заключенных и только тогда пробиваться через дамбу. Эрлих уверен, что весь десант разбит, ему нечего опасаться. А заключенные в крепости готовы к нашему приходу, они ждут. Приказать я вам не могу, поэтому каждый должен решать сам. Если вы моего решения ждете, товарищ подполковник, жду и вашего Марченко. Вы думаете, Шамыкола Марченко побоится глянуть на крепость изнутри? И, Филиппов, отдайте пулемет. Так ему сподручнее будет осматривать крепость. Хочу всех вас услышать. Каждый пусть скажет. Я думаю, надо попытать счастье. Рискнем. А пулемет мне самому пригодится. Товарищи пехоты, а радист как же? Без него нам не обойтись. К сожалению, не обойтись. Невозможно. Что ты долго думаешь? И так все ясно. Мы все добровольно в десант пошли. Осталось недолго ждать капитана. Мы еще не проиграли. Наше новое оружие перевернет вверх дном весь этот обезьяний мир. И тогда, тогда мы заткнем их трупами глотку Везувия. Очистим землю от гнили. Кристиану Ван дер Роле. Профессору Тольду. Спасибо. И а презент О профессор Курт фон Эберман. Для вас глупоко уважаемый профессор Курт фон Эберман. Вашему покорному слуге. Опис. 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 Заключенные требуют освободить Опис из картера. Что прикажете делать? А вы сами ничего не можете придумать? Так точно. Идите. Придется вам вернуться в камеру. Пусть они там успокоятся. Я бы успел вас предупредить. Если бы ваши охранники не перестарались, на этом месте сидел бы русский офицер. Возьмите себя в руки, капитан. Каждый из нас находится там, где велит ему долг. Мы же офицеры, капитан. И служим одной идее. Продолжение следует. Ольп. Видать, крепости успокоились, если он решился поехать на материку. Ну что, попробуем сегодня ночью? Да. Дождемся ночи здесь. Филиппа выставить дозор. Есть. Малченко, Козырян, дозор. Черт, роботик. Что с вами? Что такое? Ноги. Ноги. Рябцева, у вас есть какая-нибудь мазь? Посмотрю. Дайте ему. Товарищ Батвобовник, тут растет рамка, получите любой мази. Хорошо. Ну и натер же ты, братец. Он только махать швабры обучил. Махметьев, покажите ему, как наматывать партнерки. Мы с подполковником с первых дней вместе воюем. Помним, мы с ним на первом украинском, чуть не половину эсэсовского штаба, с немецким генералом через линию фронта приволокли. А за что он угодил под трибунал? За самосуд над предателем. Тот навел нашу группу на минное поле. Калитин сам решил с ним рассчитаться. Ну и попал. Под трибунал. Послали его к шерфникам. Потом, видишь, все-таки реабилитировали. А если говорить честно, он меня опередил просто. Во, бывает как. Эй, матрос. А, что, виноград, что ли? Так ведь он у тебя в Армении вот точно так же на скалах растет. К своему спиду я ни разу в Армении не был. О, как родился в Ростове. Так и жил там, никуда не выезжал. Эх ты, ну спроси тогда у меня. Я расскажу, как у вас там. Я после госпиталя дружка тяжелораненого сопровождал в Ленинакан. Так ты веришь? Его сестра с меня глаз не сводила. Ну? Так я от ее взгляда чуть не заштормил. Как это? Ну, качать стала. Ну, красавица она, красавица. Верю. Вот в это верю. Ну, вернемся в час. Я тебе автокарточку покажу. Вот такая девушка. Мы с ней переписываемся. После войны пришел. Обязательно поженимся. Вы что, Филиппов? Время, Алексей Иванович. Вам что-то приснилось? Жена. Да? А я думаю, у таких людей, как вы, жен, не бывает. Бывают, Филиппов, бывают. Только видим их резко. В основном в медовый месяц. Или когда на пенсии. А чаще всего во сне. Командуйте. Подъем. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...